Всем доброе утро, девочки мои! Я приехала, Дэню отвела в садик, приехала домой. На улице погодка такая вот спокойная, ветра нету и снежок летит, потихонечку летит. Минус 3 градуса, в общем не холодно на улице, нормально. А я сажусь монтировать видео. Вышла я на улицу, снежочек так идет потихонечку. Пойду я в магазин. Вот хорошо, когда нету ветра, когда вот так все спокойно. А я решила сходить в магазин, время зря не терять. У меня там видео пока будет обрабатываться, часа 3. Я успею сейчас сходить в фикс прайс, хочу заглянуть и в пятерочку посмотреть. Ну там кое-что надо мне прикупить. Вот, и я уже хочу быстренько это сделать. А потом уже засесть, монтировать видео. И мне еще надо будет сегодня заказ Фаберлик забрать. В общем, у меня сегодня день покупок, я так понимаю. Ой, ну и так хорошо, тихо на улице. Мне так нравится, когда тихо, безветренно, прямо классно. Я так понимаю, что фикс прайс готовится к чему? Ну, день всех влюбленных будет уже 14 февраля. Это ближайший праздник. Классная подушечка. И такая, такая. Ой, мне прям нравится. Какая прелесть. Подушка сердца 299 рублей. Мишка 299 рублей. Такой мягкий, хорошенький. Лапулечка. А вот маленький есть. 99 рублей стоит. Маленький. Классные подарочки. Так, что тут еще есть? Такие маленькие косметички разных цветов. 99 стоит. И вот такие вот сердечки. Прямо на веревочке. Три сердечка. А здесь, наверное, фотографии можно вставлять. Да, для фотографий. Интересно, сколько стоит. А не написано. Там один ценник 249. Я не знаю. Наверное, ловец снов написано. Может быть, вот это. Такие пакетики. Такой ловец снов. Тоже разных цветов. Голубой, розовый. Так, а что тут? Наборчик. Это наборчик. Зеркало поцелуй. А, нет. Это отдельные зеркала. Вот такие вот. Складывается зеркало. Зеркало поцелуй 99. Корзинка сердца. Это вот эта корзинка. Наверное. Нет, это коробка подарочная. А, вот корзинка сердца. Да нет, не похоже оно на сердце. Так, ладно. Вот это тоже рамка для фотографий. Фоторамка 199. А вот красивая тоже. Тоже вот такая вот для фотографий. 249. Вот такая с сердечками классная. Рамочка 99. Банка с пожеланиями. Вот на 4 фотографии. 249 рублей стоит. И внизу тоже. Что это такое? Набор подарочный. Ручка и блокнот. 199. Вот. Симпатично. Прикольно. Гирлянда сердца. Тут такая гирлянда сердца. Набор шпажек. Детский набор. Украсть сердечко. Эти вот, наверное, на липучках прилепляют сюда. Такие наклеечки есть. 55 рублей. Так, ну что-то тут еще по мелочи. С сердечками есть свечки. Тоже интересное дело. Ну и вот такие вот разные. Вот такие свечки. Ароматизированные, наверное. Люблю тебя. Наборчик. Светильник. Ух ты. 299 стоит. Такие вот цены. Так, ну классно. Симпатично все это дело. А вот это вот что? Клипцы декоративные. Это на прищепочке. Что-то вешать. Такие прищепочки. 59 рублей. Кстати, такой цены еще у нас не видела. 59, 79. Таких цен еще не было. Было 55,77. Стеклянный шар Любовь. Ух ты. Какой красивый. О, там снежок какой-то идет. Симпатичные. Вот такие вот что это? Палочки какие-то. Так. А это что такое? Так, открыточка маленькая. Календарик там с собачкой. Ой, красота. Красота. Мне нравится все это. А, это ручка. Пушистик называется. 99 рублей стоит. Ух ты, какая интересная ручка. Вот она открывается и пишет. Прикольные. Ручки вот эти. Я смотрю, тут такие перья какие-то есть. Вот эти вот. А вот эти вот посимпатичнее. Разных цветов. И вот тут наверху. Хорошенький вазочку поставить. Такие перышки. Симпатично будет. Только ценника не вижу. Нету ценника на них пока что. Здесь не написано. 199. Декоративный ящик. Он вот так вот выдвигается. Туда можно что-то положить. 249 стоит. А вот это что такое? Игрушка. Проектор для рисования. И вот здесь вот я так понимаю. Ну, это как лампа. Светит вниз. А здесь рисует девочка. 299 стоит. А вот мягкие игрушки. По 299. Прикольная собачка. Это она в будке получается. Да. А этот кто? Котенок. Тигры, пенгвинчик. Есть. Игрушка веселые пузырьки. Барабан. Аэротранспорт. Дэнни на день рождения, по-моему, такой дарили. Икула. А вот это вот для куколки. Игровой набор. Ванная комната. Спальня. Веселый паровоз. Это, наверное, дорогу строить. Паровоз ездит на нем. 299 стоит. Кухня. Столовая. Для девочек 299 стоит. Подарочный набор. Для парфюма. Зеркало. Что тут интересно? Не пойму. Ну, там закрыто. В общем, такой наборчик есть. Спрей для волос. Антистатик. 59 рублей стоит. Интересное такое дело. Я такого не видела еще. Первый раз вижу. Гибкие линейки. Вот такие вот классные. Две штуки. 30-15 см. Прямо гнутся вообще. Пластичные такие. Прикольно. И мне аж хочется купить. Зачем они, не знаю. Так. Сколько цена? Я не вижу цену. А вот какие цветные ластики. Красивые. Ластики 55 рублей стоят. Вот они. Блокнот антистресс. С пупырками. Вот этот вот. 199 стоит. Это чтобы дети на уроке сидели и не нервничали. Пупырочками игрались. О, антистресс такой. Вот какой блокнот прикольный. Вот такой симпатичный. Тоже нужно подарить. 199 стоит. Дошла я до книг. Хочу посмотреть Денечки сказки. Но если я тут не найду ничего интересного. Я дома нашла две книжки, которые Настя читала. Но она уже с них выросла. Они ей уже по возрасту не интересны. Заберу их тогда. Дене отдам. Так. Ну я, собственно говоря, шла в первую очередь из-за своей кашкой любимой овсяной. Кашка есть три вида. 7 рублей 80 копеек. Ну и походу набрала я вкусняшек своим внукам разных. Но это я уже дома покажу. Смотрела я видео дочки. И она купила там в Беларуси вот такие перчаточки с сенсорными кончиками. Кончиками. Так. Вот если черные будут, будет хорошо. А если не будет черных, то будет плохо. Ну руку убери, пожалуйста. Так. А вот я вижу какие-то. Сейчас посмотрим. Посмотрела я, девочки, вот эти вот перчатки. Вот эти с наконечником. Этот наконечник не работает. И вот тут вроде бы как цвет выделен. Но на телефон он не реагирует. Так что я их брать не буду. Так. У Денечки шестяныновские есть. Я хотела Насте купить. Ну вот ей 5-7. Вот этот размер. Но этот размер весь идет с надписью Бой. Ну зачем? А вот эти будут маленькие, без надписи. И вообще черненькие бы вообще желательно. Но это тоже 3-5. 3-5. И вот еще 5-7. Ну Бой тоже написано. Вот елки-палки. Внучки не куплю. Вот контейнеры недорогие. 27,50 появились. 0,8 емкость. Вот для сыпочек продуктов. То, что нужно. Вот как раз то, что мне было нужно. А сейчас мне уже не нужно. И оранжевый есть еще. Желтый цвет есть. Крышка. Зелененький такой вот. Проверила я дома. Протестировала. Вот эта подставка под горячее. Очень классная. И она еще выворачивается. И у нее получается, она диаметром может быть 19 сантиметров. А вот так она 12 сантиметров. Вот этот цвет дочке подойдет. Я думаю, пока они там еще есть, до них, видно, люди не добираются в конце. А я сейчас доберусь и возьму, дочке возьму две штучки. Вот под противень. Под противень будет хорошо. Да и под кастрюльки какие-то. Подарю ей. Я смотрю, в кухонных тут делах особо сильно нового. Ничего не появилось. Коктейльные трубочки с щеткой. А, ух ты, 79 рублей стоит. Это пить коктейль. Трубочки какие-то вроде металлические. Четыре штуки. И щеточка, чтобы внутри ее мыть. Прикольно, интересно придумано. Ух ты. А вот эта ложка коктейльная. С одной стороны ложка, а с другой стороны как вилочка. Тоже прикольно. И вот это мадлер коктейльный тестик. Но это я не знаю, что такое. Если кто-то знает, напишите. Хотя комментарии я не знаю, будут открыты или нет. Наверное, еще не будут открыты. Возможно. А может будут. Посмотрим. К концу видео будет видно. Ланчбокс с резинкой. Интересное дело. Это чтобы он не раскрывался. Вот такая коробочка получается. Резиночкой придерживается. Разные они расцветки есть. Прикольненько. На работу с собой брать. Тормозок. А вот это что такое? Мисочка с дырочками. Вот это вот мыть что-нибудь. Водичку сливать. Есть такое дело. Но эти контейнеры уже не свежие. Ну, в смысле, не новые. Это в холодильниках разных размеров тоже есть. Цена тоже разная. А вот такая вот корзинка. Тоже они разных цветов и формы есть. Фрукты положить. Ну, такая симпатичная довольно-таки. Поднос. Это что такое за поднос? А он вот такой вот. Не очень-то он какой-то симпатичный. Хотя, может, кому-то нужен. Такой металлический. 299 стоит. Стопкомерная. Джиггер. Я не помню, в прошлый раз показывала или нет. Есть такой размер, такой размер. Маленький. Прикольный. Прикольненький. Так, ну, в общем, тут, конечно, и шарфиков полно, и шапки есть классные. Вот это вот. Нет, это нет. Это мне не надо. Цвет под шапочкой. Слишком он какой-то прямо много его. Так. Вот мне наподобие такого вроде дома есть. Носочки для, уже для взрослых. В общем, с носочками для Насти я пролетаю, я так поняла. Тапочки тут разные есть. Так. Ну, тут уже на большеньких, на большеньких детей таких, подростковые размеры. Мужские. Это мне не надо. Это мне не подходит. Так. Ну, вот эти перчатки теплые. Жалко, что нету перчаток, которые действительно выключают, включают телефон на улице. Ну, вот видите, я проверила. У меня это не работает. Не чувствуется здесь какого-нибудь вообще напыления. Нету ощущения, что здесь какая-то разница между вот этим и вот этим. Только по цвету отличается. А в чем смысл, я тогда не пойму. Ну, если не работает, то я и не буду брать. Тогда сниму перчатки. В конце концов, не на севере живем. У нас тут на улице юг, в общем, потеплее, чем север. Я смотрю, здесь есть шапки. Кристинка мерила шапочку вот с такими вот очками. А, это, наверное, можно шапку как-то опустить. Это очки на глаза. Ага, интересная задумка вообще. Такие с бубонами. Интересная. И они цветов разных есть. Но тут очки уже куда-то подевались. Беленькая. Вот такая розовая с очками. Утепленная внутри. Это если вот метет снег, вот так, наверное, опустить. И очки будут на глазах. Но они затемнены от солнца. Это вообще какая-то, не знаю, лыжная шапка. В горы может ходить куда-то. Прикольно. Придумали. Придумают же все время что-то. Вот беленькая есть такая. Бежевая тоже. Очки. Глаза повыпадали, так сказать. Так, ну, среди светильничков, ну, что-то новенькое появилось на батарейках. Такой квадратненький. Такой я еще не видела. Вот эти я видела, видела. Вот это интересный вариант. Как свечка. Вот он будет, наверное, аккуратненько, тихонечко светить. Только интересно, что там за батарейка. Видимо, маленькая какая-то, тоненькая. Хорошенький такой светильничек. Разные картинки есть. И вот котик тоже вроде бы неплохой. С утра пораньше в магазине людей мало. Но там зашла одна парочка, очень шумная. Вот они разговаривают, в другом ряду находятся. Так громко разговаривают. То радио мешает мне говорить спокойно. То люди... Контейнер-кружка для супа. Прикольно. То люди громко разговаривают, что приходится ждать, пока они замолчат. А они что-то не хотят замолкать, короче. Так, ладно. Хочу пойти в тот ряд, где они там сейчас находятся. Посмотреть, что там еще новенького появилось. Так, тут у нас тарелочки. Мы их уже видели в прошлый раз. И таких тарелочек еще не видела. О, двойная пиалочка. Прикольно. Это что? Пиала Болу. 79 рублей стоит. Это для горячего. Налили. Можно чай с нее пить. И руки не обжигаться будут. Классная. Прямо я не знаю. Мне такая не нужна вроде. Так, я не хочу лишнее брать себе домой. Потому что оно мне не нужно лишнее. Так. Ну что у нас тут с посудой есть? Сейчас посмотрим. Быстренько-быстренько. И надо уже выходить. Вот такую вот золотистую кружку я не видела. Но она обычная внутри. А сверху покрыта позолотой. Ну, кому-то может быть для интерьера такая подойдет. Так. Больше чашек я особо новых не вижу. Вазочки те же самые. Такая вот пиалочка славненькая. Симпатичная. Салатник. 99. 55. Вот эта 99, это 55. Я смотрю, напиток газированный. В такой прозрачной банке. Она, видимо, не знаю, пластиковая. Но она прозрачная. Прикольно. Первый раз такое вижу. Так. Это напиток газированный арбуз. Ноль сахара, ноль калорий, ноль красителей. Вот даже что-то мне не хочется его пробовать, брать. Но прикольно. А вот еще что-то есть. Другой вкус. Манго. Еще есть манго. Прикольно. То же самое. Я такие напитки не люблю, поэтому я не хочу сейчас пока брать. Тратить деньги пробовать не хочу. Напиток в кусочке кокоса. Вот этот вот. А, такой вроде дочка пробовала. Так. Ну, значит, я не буду брать. Так. Ну, набрала корзину я полную почти. Дома уже покажу, что я взяла. Иду на кассу. Все. Идемте. Так. Ну вот. Выходим из фикс-прайса. И заходим сразу в пятерочку. Фикс-прайсы набрала. Угощение всяких внукам. В пятерочке сейчас возьму самое необходимое, что нужно. И все. Так. Ну что, пойдем. Так. Из фруктов мне вроде бы ничего не нужно. Идем дальше. Сейчас посмотрим. Груши, конференции. Что-то я не хочу. А вот желтая. Нету желтой груши. Так. Что-то я заменитель сахара в последнее время ни в одном магазине не вижу. И уже в магните была. Ну, вот такой. Почему нету? И ни в магните нету, ни в пятерочке. Уже в несколько разных магазинов заходила. Что-то нету. Ну, вот что-то. Есть пока такой сыпучий у меня. Беру вот это молоко, маложирное. Но мне нравится еще то, что оно долго стоит. То есть я не сегодня собираюсь готовить. А тогда, когда мне нужно будет. Я его достану, там, кашку сварить. Хочу сладюшечку взять. Так. Медовое. Мальфей. Вот это вот с ванилинчиком. И вот это заварной крем. А там просто такой бисквит рассыпчатый. Вот небольшая порция. Один раз-раз поесть. Удовлетворить свое желание. И все. Вот молочный ломтик. Почему-то в нашем магазине они есть. Вот тот магазин, где дочка рядом. Там что-то я их не вижу. Возьму побольше молочных ломтиков. Денька их любит. И его можно шантажировать этими ломтиками. На компримис идем. Так. Возьму я помидорку. Дочки буду готовить. Хочу приготовить капусту к ее приезду. Ну или не к приезду. Не знаю. Как получится там. Так. Что-то я подошла к холодильнику. Я смотрю. Конечно, есть тут скидки на... Хотела взять фарш с виною и говяжью. Но я открыла холодильник. Я не знаю. Может быть, они его размораживали. Только включили он. Но едва прохладненький. Не холодный, так сказать. Если посмотреть вот этот холодильник. И тут есть наледь. А там нету. Не знаю. Что-то я сомневаюсь. Брать, не брать. Не буду пока брать фарш. Так. Ладно. Давно я не брала бульмени. Говядина с свининой. Бульон внутри. Вот это маленькая пачечка. Бульон внутри. То же самое. Маленький водитель. Вот этот холодильник. Видно, что холодильник. Вон. Сколько тут льда. Так. Как хорошо с утра ходить в магазин, когда мало людей. И на кассе очередь небольшая. Так. Ну, я много не взяла. Я взяла так, чтобы у меня было что-то на первое время поесть. Так-то, в принципе, у меня дома есть все. Вот когда я вижу хорошенькую картошечку, мне прям так рука и тянется ее взять. Смотрите, какая классная картошка. Килограмм 42,99. Надо взять. Мне нравится, что здесь картошку можно поубирать. С утра, пока ее не выбрали, сейчас я поубираю. И все. Классно будет у меня картошечка. Пришла домой. Вроде не собиралась много набирать. Но вот видите, картошечка попалась. Взяла. Капусту. В общем, короче, три пакета приволокла. Сейчас покажу, что принесла. Вот вроде бы ничего такого не взяла. Вот пятерочки взяла. Бульмени. Это так, что на скорую руку мне приготовить. Пусть они будут просто как запасной вариант. Разных пирожков. Мне нравится персик и абрикос. Вот эта начинка. Ну, взяла еще попробовать вишневую. С маком тоже нравится. Аютинская. Вот это я взяла дынечки. Надежда Ивановна, она говорит, ему нравятся вот эти мармеладки. Апельсинки, дольки вот эти вот. Так, это я взяла пингвик. Это взяла себе по акции. Мне нравится. А для дыни молочный ломтик я взяла. Так, ну вот это одно пирожное взяла. Побалуюсь. Это я к дочке поеду. Буду там капусту тушить. Взяла томатик. Вот этот сок мне нравится. Это я взяла себе. Ну, попью вместо компота. Некогда мне варить. Молочко тоже попью. Вязанка взяла две. По цене одной была акция. Ну, значит, я сделаю оливье. Тем более, что колбаску надо будет в капусту еще. В общем, короче, колбаса это пойдет. И вот свеженький хлеб. Отрубной батончик аютинский. Очень люблю этот. Так, ну и что? Я взяла картошку. Вот выбрала такую хорошенькую картошечку. Отличная картошка. Прям капусту сделала. Туда возьму. Там буду тушить капусту. И свекла. Это я винегрет хочу сделать. Не знаю, когда буду только делать. Ну, взяла пусть будет. А что я взяла в фикс прайс? Набрала так набрала. Кашки взяла. Яблоко и абрикос. Яблоко и клюква. Яблоко и изюм. В общем, каша. Мне это очень нравится. Последние два раза заходила. Каши не было. Стоит она 7 рублей 80 копеек. Вообще недорого. И очень хороший состав. Я как-то вам читала состав. В общем, там все натуральное. Ничего лишнего нет. И эта каша, она ничем не отличается от других каш, которые в 2-3 раза дороже стоят в других магазинах. В общем, набрала. Мне она нравится. Я ее буду кушать. Так. Взяла вот этот чокопай. Это я возьму туда дыни отнесу. И взяла вот такие вот ламтишки. Не знаю, попробую, он понравится или нет. Так, а какие тут цены? Сейчас скажу. Ламтишка 59 стоит пачка. Вот это 55 рублей чокопай стоит. Потом взяла вот эту вот пчелку. Вот это 55 рублей пчелка стоит. Это желейные конфеты с начинкой. Я вот смотрю на картинки. Они вот такие вот. И они такие мягкие. Как желей внутри. Они с начиночкой такой мягкой. Я такие брала. В общем, хорошие. Для детей нравятся. И вот это 55 стоит. С нежным сливочным кокосовым кремом. Мне кажется, они похожи на чем-то на Рафаэлку. Вот такие вот так выглядят. Но это я попробую. И, в общем-то, внучке моей понравится. Деньки, наверное, еще рано такие. Вот, взяла еще красная фасоль 29,50 и горошек 29,50. Но это я буду салатики делать. Это для салатиков мне пригодится. По 99 рублей взяла вот такие две штуки дочки. Противень ставить. Они выворачиваются и становятся больше. Вот так она выглядит вывернутая. Я такую брала в прошлый раз вот себе. Мне она очень нравится. Горячую тарелку поставить. Кастрюльку, в общем, сковородку. И она притом такая вот, ну, серьезная толщины, что стол, клеенка не будет портиться. Вот. И вот взяла книжечку, взяла одну такую. Хроники чудес. Мультики. Три истории с картинками. При том, что я смотрю, что здесь вот как раз-таки сказки уже из современных мультфильмов, которые Дэнни смотрит. Я думаю, будет ему интересно. Вот так почитать перед сном ребенку. Я думаю, будет ему интересно. Надеюсь, будет интересно. Так. И сколько стоит эта книжка? А книжка стоит 99 рублей. Вот такая вот. В общем, межгалактический самокат. Два героя. Доспеки богатыря. В общем, три сказки тут. Ну, хорошо. Все, девочки. Только что закончила монтировать видео. Поставила его на вывод. Время уже без 10. Три. С трех часов уже выдают посылочки. И, в общем, короче говоря, уже пора и обедать. А я только завтракала сегодня. А мне обедать что-то и не хочется. В общем, решила булочку сейчас съесть. Вот эту самую любимую. И сок. Вот этот сок я пополам с водичкой смешиваю. Получается легкий такой, как компотик. Сейчас перекушу и побегу. А потом уже приду. Потом буду кушать. Попозже. Когда все сделаю свои дела. Все, девочки. Я вышла из дома. Вы хорошо, когда еще день деньской. Идти за заказиком. Не по темному, как обычно. Сегодня с трех часов дают. И, как говорится, сделал дело. Гуляй смело. У меня сегодня нон-стоп. Пока утром грузилась. Я уже пошла. Покупочки сделала. Сейчас смонтировала видео. Пока оно там выводится из программы. Я как раз схожу, заберу заказик Фаберлик свой. Вот. Сейчас мне уже спешить некуда. Что касается видео. Это мне сегодня только... Когда выводится, проверить его надо будет. И опубликовать. Вот. Что-то я сегодня какая-то бодренькая. Несмотря на то, что я сегодня... Ну, как бы... Нет, я спала нормально. Я не могла уснуть долго. Но, мне кажется, сейчас полнолуние. А на полнолуние такое дело бывает. Вот. Ну, в конце концов, я все-таки уснула. Проспала-выспалась. В общем. И какой-то у меня с утра прям бодрячет. Не знаю. Может быть, это потому, что я знаю, что много дел. И они все безотлагательные. Нужно все успевать. И туда успевать. И прихожу, когда домой. Мне нужно... Теперь у меня сжатое время. Мне нужно успеть отснятый влог смонтировать. Еще одно видео снять. И смонтировать. Ну, вот сейчас я снимаю. Это уже на завтрашнее утро. Вот. И потом, сколько времени останется, тогда уже в порядок себя привести. Нужно будет кушать, приготовить что-то. Сегодня у меня, видите, какие-то перекусы. Но почему-то и аппетита особо такого нет. Чтобы прям хотелось сильно-сильно что-то. Не знаю. Может, вечером что-нибудь соображу. Но ничего такого замучивать не буду. Такого сложного. Что-нибудь быстрое сделаю. Хорошо, что сейчас нету ветра. Мне нравится, когда нету ветра. Вот. Солнышка нету тоже. Ну, ничего. Небо такое нормальное. Освещение хорошее. Не сильно пасмурное. Вот. А я вчера с вами поболтала немножко ночью. Мне пока не спалось. На третий заход только я уснула. Я раз выходила, потом второй раз выходила. Потом третий раз уже вышла. Поболтала с вами. Пожаловалась на себя. Покритиковала себя немножко. Ну, потому что да. Потому что я иногда люблю побрюзжать немножко. Вредная бабка. Вот. Ну, хочется иногда. Ну, почему бы нет. Ну, что, все время быть белой, пушистой такой. Прям хороший-прехороший. Иногда хочется и по вас бухать. Вот. Поэтому я чуть-чуть себя покритиковала. Кто не смотрел, зайдите, посмотрите влог предыдущий. Там, во второй половине влога, у меня полуночное бдение, бессонница и болталка на меня напала. Вот. Я с вами там болтала. Так. Сейчас я опять что-то разболталась. У меня вообще это видео день покупок. У меня сегодня сплошные покупки. Так. Тут скользко. Песочек посыпан. Надо пойти. Вот. По магазинам сходила. Полочки. Фикс прайс сняла. Покупочки сняла. А сейчас в Побелик. Что я там заказала интересного? Я там заказала не только для себя. Там что-то для соседки, что-то для сына. В общем, короче говоря, всем хочется сделать приятное. Вот. Ну и заодно по воздуху прогуляться. Сегодня третий раз за день я из дома выхожу. Ничего себе. Ничего себе. Ну, утром выходила, когда дынь отводила в садик. Потом в магазины пошла выходила. И сейчас уже иду заказик забирать. Так. Ну, а завтра я не планирую никуда выходить. Завтра у меня все по дому. Видео сначала. Потом нужно себя в порядок привести. Уже голову пора покрасить. И, в общем, готовить что-то надо. Вот. Так что... Так что завтра я начну новое видео. Девочки, у меня сейчас получается такой конвейер. Я только одно видео заканчиваю, другое начинаю. Ну, потому что... Потому что у меня сейчас много всяких движений, передвижений. И все время смена картинки. И поэтому, в общем, я снимаю, снимаю все. Чтобы вы знали, чем я занимаюсь. Дочка там посмотрит. Тоже будет знать, чем я занимаюсь. Когда с Дени, когда не с Дени, чем занимаюсь. В общем, и такие дела. Погодка ничего. Так, минус два. Ну, нормальненько, хорошо. Так, ну, я уже приближаюсь. А где-то там, я смотрю, робко отблескивает солнышко от окон. Робко. Робенько-робенько. Так. Ой, как шумно здесь, а. Ладно. Девочки, у нас на конечной... Здесь стояла другой ларечек. И там продавали трубочки. Очень вкусные. Вот. А сейчас мне Наташа сказала, что они вот здесь. Патисари, кафе-кондитерская. И я уже вижу на витрине. Вон они, трубочки такие. Классные. Так. А, можно открывать, да? Спасибо. Скажите, а у вас есть трубочки? Это Диана. Принцесса Диана, да? Да, да. Вот. Дайте мне штучки. Три, наверное, сейчас я посмотрю. Так, трубочки заварной крем 35 рублей. Вкусные тоже. Но самый мой любимый, Леди Ди, обалденный крем. Прям даже не знаю, как его описать. С вареной сгущенкой есть по 30. И трубочки с шоколадной начинкой 35. Так, ну, я вот эти вот два вида возьму с белой начинкой. Так, ну, я же говорила, сегодня день покупок, да? Куда не иду, мимо прохожу. Пирожки с капустой обожаю. Я их что-то в последнее время в магазинах не встречаю. Короче, беру два пирожка с капустой. А еще, девочки, смотрите, какая красота. Какая красота. Вообще, классные такие торты. И по полтортика продаются. О, птичье молоко. Вообще классные. В общем, я не знаю, золотой колос что-то в последнее время уже меньше мне нравится. Уже не очень. А вот здесь вот мы брали на день рождения. У сына ели вот этот вот тортик такой хорошенький тоже. В общем, класс. Класс. Это вот наконечный такой ларек есть. Все, девочки, забрала я заказик. И, в общем-то, надо мне неторопливым шагом идти. Я ж вроде как прогуливаюсь. Вроде бы как дышу свежим воздухом. Иду по своей любимой аллеечке. Вот такой вид. В общем, у меня на небе просвета нет. Вот. Так что показываю себя. Ой, хорошо, что я зашла в этот ларек. Очень хорошие кондитерские изделия. Если кто-то здесь живет, рядышком, девочки, возьмите, попробуйте. Там все-таки тортики неплохие. Пироженки. Вот эти вот. Леди Ди. Это вообще. Это вообще просто, знаете, он тает во рту. И очень вкусный крем. Такой вот вообще легкий, классный. Я даже не знаю, с чем его сравнить. Для наглядности. Не с чем. Вот. Так что сейчас потихонечку. Потихонечку, потихонечку. И до дома, до хаты. Сейчас нужно что-нибудь подумать, что я буду кушать вообще-то. А то что-то я, знаете, на перекусах сегодня, да на сладюшках. И это никуда не годится, это безобразие. Ну, я, наверное, сейчас что-нибудь придумаю. Не знаю, либо пельмени сварю, либо яичницу сделаю. Потому что не хочу ничего готовить сегодня. Ну, некогда мне возиться с этой кухней совсем. Вот когда есть желание, когда есть время, я с удовольствием ваяю, как художник на кухне, что-то там творю. Вот все зависит от времени. Ну, конечно, от состояния, самочувствия, здоровья, от настроения. А сегодня нет у меня настроения есть вообще, в принципе. Ну, готовить вообще нет никакого желания. И аппетита совсем даже особо нет. Так, ну все, болтаю я опять. Разболталась. Завтра начну новый влог и начну новая болталочка начнется. Сегодня просто я даже ни о чем не могу думать, как этих делах. Хочется быстрее дела подогнать, чтобы у меня потом осталось как можно больше свободного времени. Все, до новых. Все, девочки, я уже дома. И хочу вам быстренько-быстренько показать, что я заказала в Фаберлик. Значит, заказала я для сына вот эти вот два шампуня. Шампунь-гель. Вот этот два в одном, этот три в одном. Вот этот шампунь это 8848. А что это значит, я думала, это высота Эвереста. Это Эверест, высота в метрах. Вот. И, значит, что в нем такое. Два в одном шампунь-гель с экстрактом сандалового дерева. Очищает волосы, кожу. Увлажняет, сохраняет естественный защитный барьер. Обладает чувственным ароматом мускуса, специй и древесных ноток. Пахнет очень приятно. А вот этот номер 5642. Это у нас три в одном. Это высота у нас Эльбруса. Эльбрус 5642 метра. Так. И здесь что у нас? Что у нас тут написано? Это с депантенолом. Очищает волосы и кожу. Оно устраняет и сохраняет естественный защитный барьер. Кожа средства обладает легким, расслабляющим, древесным, мускусным ароматом. В общем, я их оба понюхала. Они оба мне нравятся. Такие приятные. Запах свежести. И вот именно мужской такой запах. Приятный, нежный. Вот. На картинке выглядело оно вот так. Я думала, это круглый пузырек. А он на самом деле, видите, немножко приплющенный. И какой тут у нас объем? 380 миллилитров. Я взяла два. Думаю, надолго сыну это дело хватит. Так. Ну и так же я для сына, для Наташи, взяла им крем-мыло для рук. Ароматный уход. Обновляющий. Такой приятный он такой для рук. Очень полезный. Бережет руки. И вот это мыло для кухни, устраняющие запахи. И я иногда им заказываю, такие заказики. И, в общем, им надолго хватает. Пусть пользуются на здоровье. Вот это им. А вот это средство я заказала для своей соседки. Средство для очищения ванной комнаты. У нее в душевой такой же душ, как и у меня. И у нее плитка на стенах. В общем, там образуется плесень. Налет какой-то. И она борется, борется с ним. Я решила дать. Я почитала, что вроде бы здесь борется с этим. С плесенью. Устраняю любых загрязнений и запахов. Ну, в общем, там в описании я прочитала, что борется с плесенью. Я ей дам еще такую бутылочку с этим, с пшикалкой. И, в общем, пусть она это дело пробует, испытывает. Ну, я у нее, конечно, потом спрошу, как оно, насколько оно эффективно. Если побрызгать на стены, ставить на какое-то время, может быть, оно поможет, чтобы усилий не прилагать и не исчищать все это губкой, руками. Ну, посмотрим. Вот. Себе я взяла гель очищающий для туалета. Пять в одном. Нравится мне этот гель. И у него тут запах, я смотрю, цитрусовый микс. Ну, он хорошо очищает, приятный запах имеет, не воняет, как этот до места. Ну, в общем, я его брала, уже пробовала, и мне понравилось это средство. Артикул 30293. Так. Вот такой вот утеночек. Еще я взяла себе средство для ежедневной интимной гигиены. Ну, этот гель я налью в баночку, у меня там, где закончился, с дозатором, туда налью и буду им пользоваться. Так, это такое повседневное дело. Вот. А вот это я взяла себе новое, что-то такое новиночка. Я захотела взять маску, которую можно нанести на ночь и не смывать, всю ночь держать. Вот эта масочка, лифтинг маска, как раз с антивозрастным комплексом. На ночь нанести и не смывать. Вот. А вот эта сыворотка, ну, ее утром и вечером можно наносить под крем и под маску, может быть, тоже можно. Ну, вот эти два средства, они как раз и шли по акции дешевле, со скидочкой хорошей, поэтому я взяла их два. Ну, а так как в ежедневном использовании я использую крем дневной и ночной или на ваш. Это как раз по возрасту 55 плюс. И вот это я решила взять маску, но это маска, которую нужно будет смывать. На 15 минут ее нанести, потом нужно будет смыть. Она у меня раньше была, я пользовалась. В общем, хорошая масочка. И я взяла, пусть будет еще. Взяла, девочки, вот этот лак для ногтей. Он такой вот как бесцветный. Ну, он такой слегка как молочный. Бизнес-маникюр. Но он еще и укрепляет ногти. И он как бы незаметный. Такой можно на работу, где яркие ногти не разрешают. Вот, посмотрим какой. Такого молочного, по-моему, он цвета. Ну-ка. Да, вот такой, видите, какой. Молочный. Попробуем, попробуем. Вот такой шоколад. Еще взяла ассорти темного и молочного шоколада. Вот такие полусферы. И темный, молочный, но без сахара. И очень полезные продукты. И мне нравятся продукты, которые я беру. Ну, Фаберлик. Вот, что тут написано. Ну, то же самое написано. Вот, но я его пока, этот шоколад, открывать не буду. Пусть он пока полежит. Но, когда я его открою, может быть, когда внучка придет. Ну, по случаю какому-то. И когда я открою его, я его тогда вам сниму. Во влоге скажу, что там за вкус шоколада этого. Как он мне понравился или нет. Ну, и, наконец-то, каталожик. Третий каталог. Так, период с 7 февраля по 20 февраля. Вот, как раз вот этот, в этот период будет у нас 14 февраля. День всех влюбленных. Вот уже на обложке видно. И я думаю, к празднику здесь будет очень много интересных, хороших товаров. С хорошими скидками, акции. Вот, надо будет полистать и заказать. Вот, мне уже следующий заказик сделать такой вот хороший, интересный. Много хорошего товара и есть хорошие скидки, акции. Заходите, девочки, листайте. Ссылочку на фаберлик я оставлю внизу в описании. И заходите, что-нибудь себе заказывайте для своих любимых и для себя. Ну вот и все, мои хорошие. Все покупочки, все новиночки я вам показала. День сегодняшний был очень плодотворный. В общем, день этот подходит к концу. Во всяком случае, видео я сейчас заканчиваю, потому что мне нужно будет его уже сегодня загрузить и завтра утром смонтировать. Но ничего страшного, мы прощаемся с вами ненадолго. Завтра утром я начну новый влог. И, в общем-то, новые наши движения, приключения и все, что там будет впереди в моей жизни. Вот на этом я с вами прощаюсь, девочки. Комментарии пока не пишите. Но кому видео понравилось, ставьте лайк. А если кто очень хочет написать, напишите мне в инстаграм в личку. Все, мои хорошие. Всем пока-пока. Всех целуем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok